Эфир телеканала ННТ, продолжают новости Дагестан, в студии Зуфра Алиева. Здравствуйте. В начале коротко о главном. Проблема длиною в 10 лет. Вопрос водоснабжения города Избирбаш обсудили на совещании в правительстве. Вылетел мусор, залетел штраф. С 11 января автоматические камеры будут фиксировать еще один вид нарушения – выброс мусора из окна автомобиля. Животное – тоже личность. Теперь у домашних питомцев должен быть сертификат о прививках и паспорт, тем более, когда хозяева берут их в поездку за границу. Высоко летим, за всеми следим. В высокогорных селах будут пасти овец с помощью дронов, а также искать заблудившихся туристов. О проекте «Дагестанских ученых» смотрите в выпуске. Мост будет восстановлен. Накануне вечером комиссия во главе с руководителем Дагестана Автодора и главой Хасавюртовского района посетили рухнувший мост на подъезде к поселку Новососитли. В оперативном порядке был подготовлен объездной маршрут, проходящий через селение Севух по автодорогам Хасавюрт, Аделетар и Сулевкент, протяженность которого 13 километров. Дорожники уже начали восстановительные работы с утра 20 января. Жители из Бирбаша без воды не оставят. Проблемный вопрос с водоснабжением города все еще стоит на повестке республиканских властей. Накануне на совещании с участием премьер-министра Дагестана обсудили решения, позволяющие в течение трех лет окончательно разобраться в ситуации. Все подробности у Патимат Ханаповой. Дефицит воды, изношенные трубы и отсутствие очистных сооружений проблем много, да и решаются они долго. На протяжении 10 лет жители из Бирбаша просили власти обратить внимание на ситуацию. Острая проблема с водой стоит уже на протяжении 10 лет. Ни один глава города из Бирбаша этот вопрос толком не решил. С водой постоянно вот эти проблемы, постоянно, в летний период. Все трубы у нас старые, ветхие, 80-х годов, 75-го года все, они забитые, ржавые. Вот самые главные две причины. Проблему власти хоть и с некоторым опозданием, но заметили. Однако принятые решения не реализовались на деле. Так, запланированная к строительству системы водоснабжения города и очистные канализационные сооружения до сих пор не запроектированы. По словам главы республиканского Кабмина, во всей этой затянувшейся истории уже давно пора поставить жирную точку. Его же никто не придет из соседних республик или из центра решат. Его должны решить мы, потому что это наши проблемы. В настоящее время источником города Избербаш является озеро Рыбия, куда вода подается из канала Октябрьской революции. К данному водоводу подключены и попутные потребители Карабудахкенского района, а также некоторые тепличные хозяйства, которые потребляют порядка 50% всей воды. Пока обсуждаем в том числе модернизацию с минимальным изменением трассы. Следующий вопрос – источника воды. На сегодняшний день используется источник озера Рыбия. Необходимо полная замена устаревшего оборудования. Даже она не обеспечит выполнение, степень очистки не позволит провести в соответствии с действующими нормативными требованиями. Там сейчас на объекте смонтировано это оборудование, металлические конструкции, оно все покрыто коррозией. И в принципе, чтобы его запустить, необходимо его поменять. Для решения вопроса еще в 2020 году была разработана проектно-сметная документация по четырем объектам и только на одном проведены работы. Что касается вопросов водоотведения города. На сегодняшний день важной проблемой, требующей оперативного решения, является отсутствие функционирующих очистных сооружений. В декабре 2017 года были завершены строительно-монтажные работы с увеличением мощности очистных сооружений до 17 тысяч кубов кубических метров в сутки. По итогам работы экспертной организации установлено, что безопасная, технологически энергоэффективная, что самое главное, эксплуатация объекта в том состоянии, в котором он находится сейчас, невозможно. Невозможно привести фактическое состояние объекта строительства в соответствии с положением утвержденной проектно-сметной документации. Кроме того, одним из сдерживающих факторов по дальнейшей реализации является невозможность установления санитарно-защитной зоны. Это тоже одна из основных причин возникновения проблем с этими очистными сооружениями. То есть территория вокруг застроена. По словам экспертов, сейчас необходимо все предыдущие решения проанализировать и принять новые, затем на все проекты найти источник финансирования. Ситуация сильно изменилась с принятием решений по черте и махачковату, потому что у нас появился новый источник совершенно другого качества воды, который позволит, в том числе, сэкономить на очистных сооружениях, которые достаточно дорогостоящие планировались по избегу. Получается, что большая часть работы, которую мы до сих пор сделали, большая часть решений, они на сегодняшний день, ну, их либо надо пересматривать, либо надо от них отказываться. По итогам совещания Абдулмуслим Абдулмуслимов дал поручение выработать окончательное решение. Оно будет представлено уже главе республики Сергею Меликову. В Дагестане зафиксирована самая низкая цена на бензин в СКФО. Такие данные по итогам первых двух недель месяца предоставил Росстат. Средняя стоимость топлива в республике составляет 50 рублей и 2 копейки. Самый дорогой бензин в Кабардино-Балкарии – более 53 рублей за литр. В целом по стране рост цен на горючее был отмечен в шести субъектах Российской Федерации, а снижение – восьми. Камеры видеофиксации будут выявлять мусорщиков-нелегалов на дорогах. Вступившие в силу с 11 января изменения в административный кодекс позволяют автоматическим камерам фиксировать очень специфический вид нарушений – выброс мусора из окна автомобиля. Это первый случай, когда камерам разрешили работать по нарушениям, не относящимся напрямую к правилам дорожного движения. Штрафы по мусорной статье тоже немаленькие. Для частных лиц – до 30 тысяч рублей, для юридических – до 200 тысяч и вплоть до конфискации автомобиля. У собак и кошек тоже должны быть паспорта. Об этом напоминает региональный Россельхознадзор. В Риме, когда у домашних животных документами были их усы и хвост, как в детском мультфильме, давно прошло. Теперь нужно иметь сертификат о прививках и паспорт. Тем более, когда планируете поездку за границу, разъясняют специалисты. Кстати, процедура подачи документов для получения международного сертификата на перевозку животных намного упрощена. Все можно оформить в электронном формате на сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. С центрального сайта входит компонент информационной системы, или раздел так называемой информационной системы. Щелкаем на этот раздел и появляется вся информационная система Россельхознадзора. В высокогорных селах будут пасти овец с помощью дронов, а также искать заблудившихся туристов. Сделать сяулы такими же комфортными, как современные города, предложили дагестанские ученые с помощью комбинированных станций, работающих на возобновляемых источниках энергии. Проект выиграл грант главы республики в 2021 году, а прошлым летом был испытан на границе Чародинского и Лакского районов на высоте около 2000 метров над уровнем моря. Выбрали место не случайно. В ущелье Казикумукского кайсу в 5 километрах от селения Ахулисма солнечно протекают быстрые реки. Хорошо развито животноводство и проходят туристические маршруты. Сегодня люди науки просят обратить внимание на их проект, гарантирующий, что стабильное энергоснабжение и интернет-связь в высокогорье положительно скажется на туриндустрии и на развитие животноводческой отрасли республики. Целью нашего проекта было показать возможности использования возобновляемых источников условий в высокого горя Дагестана. Потому что там развивается турист, как я говорил, отгонное животноводство, но тем не менее условия, как было 50 и 100 лет назад, в чабанских стоянках. Надо улучшить условия. Сегодня молодежь без отсутствия мобильной связи, интернета, очень сложно привлечься на работу чабанами в условиях высокого горя. А эта гибридная система практически позволяет создавать такие же условия, как и на селённых пунктах. Было бы очень целесообразно создать опытный испытательный центр, где бы учёные Дагестана могли бы испытывать различные типы ветрогенераторов, различные типы бесплативных мини-ГЭС. Это дало бы большой толчок для развития в целом возобновляемой энергетики. Но и, соответственно, решить многие социально-экономические проблемы для тех людей, которые работают в условиях высокого горя. Это чабаны, это туристические лагеря, дома отдыха и так далее. В ряде случаев не удаётся в горной местности установить устойчивую связь и даже неустойчивую связь с населённым пунктом. Ну вот, произошёл там трагический случай или что-то, нужна помощь. В этом случае мы предлагаем подцепить к дрону Wi-Fi, поднять дрон выше скал и потом уже в прямой видимости дрона, если будет находиться какой-то населённый пункт, он по интернет-связи установит связь с этим населённым пунктом и будет обеспечена своевременная помощь. Вот мы эти элементы испытали. Для чабанских стоянок дроны тоже очень полезны. Современные молодые люди, если они придут работать, они довольно хорошо разбираются в современной технике и им очень несложно будет использовать эти дроны. И о спорте. В Каспийске подведены итоги чемпионата и первенства Дагестана по ушу Саньда. На помост во дворце спорта имени Али-Алиева вышли более 250 спортсменов. Сильнейших среди мужчин определяли в 11 весовых категориях. Больше всех медалей высшие пробы завоевали выходцы из Карабудахкенского района. В их активе 4 золота. Конкуренцию им составили сандеисты из Махачкалы, Кизляра и Буйнакского района. У них по 2 золотые награды. Ещё одно первое место у представителей Хасабюртовского района. В этот же день прошли финалы первенства республики среди юниоров в 15 категориях. По итогам турнира наставники сформируют команды для участия в окружных соревнованиях. Они пройдут в конце февраля. Смотрите наши выпуски также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Дзен. А у меня на этом всё. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин